Дагестан Дагестан Не остался в стороне и федеральный центр. Из бюджета получено 10 миллиардов рублей финансовой помощи. Также оптимизированы расходы на содержание госучреждений и численности работников. Сумма экономии почти 5 миллиардов рублей. Говорил о положительной динамике и активной работе правительства и премьер-министра Абдусамад Гамидов. Тенденции роста руководитель кабинета называет устойчивыми, а многие результаты способны сравниться с общероссийскими. Величины темпов промышленного производства, оборота, розничной торговли, строительства, объема платных услуг населению и реальных располагаемых денежных доходов населения по республике Дагестан превысили средние значения в целом по Российской Федерации и по Северному Кавказу. Несмотря на сложную финансовую ситуацию в целом по стране, правительство и республики Дагестан совместно с органами местного самоуправления, территориальным подразделением федеральных органов в 2016 году удалось выстроить и значительно улучшить работу по обеспечению устойчивого социально-экономического развития республики. Бесспорно, сложная экономическая ситуация в стране заставляет нас искать новые решения и подходы по выстраиванию экономической политики. Мы не только сохранили уровень ранее достигнутых показателей, но и добились заметных положительных изменений по целому ряду направлений. В действительности, за прошлый год в республике колоссальный прирост по основным социально-экономическим пунктам. Так, например, прирост темпов промышленного производства составил более 36%, продукции сельского хозяйства – почти 5%, ввода живых домов – 2,9%. Можно с уверенностью констатировать, экономика республики вышла из зоны упадка и сегодня демонстрирует устойчивое поступательное развитие. Сделано немало. Обратите внимание на количество объектов, которые сданы в прошлом году. Это и детские сады, это школы, это больницы, это дороги. Ведь еще недавно, несколько лет назад, таких дорог качественных в Дагестане не было. Если мы строили дороги на 2-3 год, нам приходилось их капитально ремонтировать. Это совершенно говорит о другой технологии, других подходах и так далее. Посмотрите, что происходит в целом по вопросам, связанным с безопасностью республики. Благодаря усилиям и работам от террористической комиссии Совета безопасности, правоохранительных органов, это прокуратура, ВСБ, это Следственный комитет, МВД, сегодня совершенно другая картина. Ночами люди выходят, спокойно гуляют. Это результат работы министерств, ведомств, главы муниципальных образований, правоохранительных органов. И это замечательный взяток. Об оздоровлении экономики свидетельствует и рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов, которые за 4 года увеличились в полтора раза. По мнению Рамазана Абдулатипова, этому способствовала слаженная работа республиканских органов государственной власти с налоговыми органами, другими федеральными структурами по реализации государственной финансовой политики. В период 2016 года город развивался в совокупности общественно-политическая обстановка в городе спокойная. И по всем основным показателям в городе существует динамика роста. Это объем отгруженных товаров увеличился до 6 миллионов рублей, то есть до 6 миллиардов рублей. Это и объем инвестиций, основной капитал увеличился с 600 до 883 миллиона рублей. Это и вот действие жилых домов с 7 тысяч квадратных метров до 10 тысяч квадратных метров. Ну и также оборот розничной торговли до 11 миллиардов рублей. Дагестан преобразился. Именно этой цитатой главы можно охарактеризовать 2016 год для республики. Рамазанов-Дуатипов уверен, этот прогресс – лишь первый этап большой работы социально-экономического развития Дагестана. Шамиль Махмудов, Руслан Салихов, Заур Магомедов. Время новостей. И к другим темам. Реализация комплексного плана противодействия идеологии терроризма, в том числе работа учреждений образования и культуры в этом направлении. Этому вопросу посвятили очередное заседание антитеррористической комиссии под руководством главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Все подробности в материале наших коллег. Рамазан Абдулатипов, начиная с заседания, сразу отметил масштаб проводимой в республике работы. Более того, назвал ее антитеррористическим фронтом. Работа, несомненно, ведется глобальная, задействованы практически все министерства. Невозможно бороться с этим недугом человечества однобока. И в этой схватке задействованы все рычаги. Религиозно-политический терроризм, подчеркнул глава республики, должен быть полностью повержен. Еще достаточно большое количество дагестанцев находятся вместе с бандитами, террористами Сирийской Арабской Республики. Они там получают опыт убийств, опыт невежества. И, следовательно, эти люди могут перемещаться обратно в республику Дагестан. Для этого соответствующие органы проводят огромную работу. И нам надо тоже по всем селениям, городам знать каждого человека, который приобщен к этой деятельности и прослеживает не только его, но и среду. Идеологи терроризма нацелены на подрастающее поколение. Именно поэтому очень важно со школьной парты давать ему не только образование, но и приучать к культуре раскрывать таланты. Образование, физическое развитие и воспитание – вот три составляющие для развития молодого человека. Каждый докладчик рассказывал о проделанной работе за прошлый год. Министр культуры отметила, что во всех муниципалитетах совместно с другими ведомствами проводятся различные мероприятия культурно-массового характера. Детей не просто развлекают, но и привлекают к различным форумам, конференциям, фестивалям. Большой резонанс получила перебежная фотовыставка «Трагедия терроризма». В каждом районе выставка сопровождалась крупномасштабными акциями с участием большого количества молодежи и жителей муниципалитетов. Во втором полугодии такие акции прошли в восьми районах – Рудульском, Тлеротинском, Агарамгенском, Курметовском и других. Замечу, что сегодня эта выставка продолжает свое путешествие. Обсудили собравшуюся эффективность мер по защите объектов транспорта и сопутствующей инфраструктуры. Глава профильного министерства доложил, что на территории республики расположены 117 объектов транспортной инфраструктуры. Ворзалы и станции оснащены комплексом досмотрового оборудования. На железнодорожной сети установлена аппаратура видеонаблюдения. Выполнена интеграция видеонформации в единый центры видеоконтроля, в том числе в центре видеомониторника на станции «Махачкала». Вместе с тем имеются недостатки, как в работе указанного оборудования, так и в наличии зон свободного доступа на железнодорожные станции, меню, посты, охране и досмотрового оборудования. На объектах морского транспорта разработаны и утверждены планы обеспечения транспортной безопасности. Много вопросов и к транспортным перевозчикам. Эта сфера должна быть под особым контролем, считает глава республики. 80% террористических актов происходит не от того, что технический или технологический незащищен объект, 80% из-за субъективного фактора, то есть человеческий фактор. Поэтому эти люди должны быть. Это фактически режимные предприятия, объекты транспортные. Потому что там проходят сотни людей. В завершении глава республики еще раз отметил качество работы и уровень подготовки антитеррористической комиссии. Но вместе с тем, работу задействованных структур необходимо довести до автоматизма. Председатель правительства Абдусамад Гамидов ознакомился с ходом строительства очистных сооружений из Бирбаши. Премьер-министр также осмотрел комплексы по сбору, очистке и отводу сточных вод и муниципальный пляж. Сегодня возведение городских очистных сооружений с увеличением мощности до 17 тысяч кубических метров в сутки завершено на 95%. Для сдачи объекта необходимо приобрести два фидера, электрооборудование, провести ремонтные и пусконаладочные работы, а также благоустроить и озеленить территорию. Что же касается городского пляжа, Абдусамад Гамидов отметил, что эта территория – одна из лучших мест отдыха на всем побережье республики. Пляж ухожен, имеется большая парковка на 700 единиц транспорта, создана необходимая инфраструктура. – Хороший пляж, на самом деле все условия здесь созданы для человека, чтобы мог приехать с детьми, приехать там пожилому человеку, как добраться. И здесь самое главное – хорошее море в плане того, что для детей не сразу, вот когда заходишь в воду глубоко, вода бывает чуть теплее из-за того, что мелко и более прогревается. Поэтому для детей на побережье Каспии, на территории республики, я не знаю, как дальше, в Калмыкии и Астрахани, в Дагестане больше такого пляжа нет. Миллионы мусульман отметили один из главных праздников у Роза Байраму. Он завершил священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост. Празднование дня разговения началось рано утром с молитвы и пробоведи во всех мечетях Дагестана. Людей было так много, что их с трудом вместила жемчужина Махачкалы, Джума-мечеть, которая стала центром празднования. Обо всем подробнее расскажет Фатимат Бурзиева. Для миллионов мусульман наступил один из главных праздников у Роза Байрам. Он завершил священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост. Я тоже себя считаю здесь дагестанцем, но хотя я приехал из Афганистана, давно живу здесь. Но я поздравляю дагестанцев с таким священным праздником Рейд Саидов. Желаю всем счастья, здоровья, мира, чтобы все жили радостной. В этот день во всех мечетях республики прошли праздничные молитвы. В Махачкале центром торжеств стала Джума-мечеть. И собралось сразу несколько тысяч человек. Посетил мечеть и принял участие в намазе и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Сразу же после намаза верующие отправляются домой, где их ждут накрытые праздничные столы. И хотя у Роза Байрам ждали с нетерпением, с месяцем Рамазан, признаются многие, все же нелегко было расстаться. Это один из почитаемых праздников для всех мусульман. Поздравляю всех дагестанцев с этим радостным днем у Розы Байрам. Желаю, чтобы Бог принял их все посты, чтобы они им дали здоровье на следующий год и тоже держат. Семья Мусаевых встречает и провожает гостей. С утра их стол накрыт вкусными угощениями. Женщины заранее приготовили еду. Да так, чтобы ее хватило на большее количество гостей. Со вчерашнего дня готовимся. Невеста помогает. Голубцы, пироги, торты. Ну а мужчины после праздничного намаза пробуют вкусные блюда и общаются за столом. С утра гости приходят, встречаем гостей, провожаем. Ростеньки, друзья все приходят, соседи. Сейчас вот после родственников их встретили, тоже пойдем сами тоже поздравлять других гостей, родственников, взрослых. С каждым годом Роза Байрам справляется все лучше, а держащих пост становится все больше. Раньше тоже отмечали праздник этот. Этот праздник всегда был для мусульман самым таким святым праздником. Сейчас, конечно, молодежь больше стала ходить, поздравлять, общаться с друг с другом. Дайло, чтобы из года год, чтобы мы могли встречать гостей и встречать этот праздник у Роза Байрама. Праздник в этот день и у самых маленьких. С раннего утра они обходят близлежащие улицы. Буквально за пару часов каждый из них набрал по несколько пакетов сладостей. Дети этот всегда берут, ну как обычно, кто кому-то говорит и все сюда идут, бегают. Потом, что сказать, мы в этом году Орел раздавьем, утром тоже собрал пакет. Вот сейчас тоже идут дети. Праздник у Роза Байрама продолжается и сегодня. Этого времени хватит, чтобы сходить в гости, посетить могилы родственников и раздать милостыню. Фатиман Бурзива, Селим Таджибов. Время новостей. Дагестанская молодежь. Это современный комплекс с актовым и спортивным залами, игровыми площадками, где можно будет проводить множество различных мероприятий. Кстати, о них всего за этот год запланировано 35 молодежных форумов. Всю эту линейку форумов мы планируем в этом году завершить международным молодежным саммитом КАСПИ-2017. Нам удается еще восстановить те все былые славные традиции, которые были в Министерстве по делам молодежи. Молодым людям, которые принимали активное участие в общественной жизни и достигли профессиональных успехов, вручили грамоты от Минмолодежи. Среди награжденных и наш коллега, корреспондент программы «Время новостей» Абдурахим Билалов Даганай, с чем мы его и поздравляем. И к другим темам. В одном из теплечных хозяйств Хасавюртовского района начали выращивать клубнику методом гидропоники. Это современный метод выращивания продукции без использования почвы, с помощью раствора, в котором в нужных количествах и пропорциях содержатся необходимые питательные вещества. Раим Абдулаева о современных технологиях на закрытых грядках. Эту теплицу в Хасавюртовском районе Руслану Малатов строил без помощи специалистов. Помогали родственники и соседи. Как правильно возвести каркас и сварочные работы, наладка оборудования. Узнавал специальные литературы, либо ездил в тепличные хозяйства других регионов России для обмена опытом. Нарисовали, начертили чертеж теплицы и начали строить. Кто помогал? Сын, брат и пару соседей. Два соседа, в общем, пятерём мы её выстроили. От ада я. Гидропоника – это субстрат, который позволяет выращивать растения без использования почвосмеси. Корневая система растений находится во влажно-воздушной среде пористой структуры, которая пропитана минеральными веществами. Первый вопрос был – это экологичность. Потому что у меня есть и племянники, и дети, и будут, наверное, внуки в скором времени. Чтобы он пришёл, ребёнок, он съел с грядки. И я буду уверен и радоваться тому, что он съел с грядки, и что это ему принесёт пользу, а не вред. Это самый главный вопрос. Способ выращивания клубники гидропоникой требует обильного и частого полива специальным раствором, который был приготовлен в соответствии с требованиями растения. Метод гидропоники позволяет эффективно при небольших, как финансовых, так и физических затратах, вырастить клубнику в домашних условиях. При этом качество ягод остаётся на высоте. Площадь этой теплицы – порядка 3000 квадратных метров. Средняя урожайность – 50 килограммов с квадратного метра. По мнению специалистов, у этого направления выращивания сельскохозяйственных культур – большое будущее в нашей республике. Мы хотим, чтобы это ноу-хау, который сегодня мы воочию видим, что нам очень приятно, мы хотим его включить в федеральную инновационную программу Министерства сельского хозяйства России. Поэтому мы хотим комплексно этому подходу по вопросу подойти. Если нам удастся его с участием государственной поддержки реализовать, то она, независимо от того, что она изначально дорогая, как Руслан говорит, но она уже будет доступна многим районам. В среднем за год в такой теплице при посадке ягод ремонтатных сортов можно получать по 7 урожаев. Рэйма Абдулаева, Даниэл Гаджиев, Рамазан Амаров, Хаси Гази Амарова. Время новостей. В селе Севуха Савюртовского района открыли дом соболезнований. Такой подарок для односельчан сделал один из местных жителей Гайдар Алиасхабов. Строительство общественного тазията обошлось мужчине в несколько миллионов рублей. Патимат Бурзиева встретилась не с самим меценатом, а благодарными ему севухцами. Есть слово. Внешне, казалось бы, это обычный частный дом. Уютный дворик, облицованный фасад. Только вот построен он для особых случаев. В селе Севух его уже назвали домом соболезнований. Тут раньше располагалась колхозная летняя столовая, из плоского шифера, летнее помещение. Поэтому было решено, что тазият будет у нас тут. А раньше севухцам приходилось и в жару, и в холод во время соболезнования находиться под открытым небом, во дворе или на улице. Причем по несколько дней подряд. Теперь на тазият здесь собираются жители со всего села. Не у всех дома есть возможность. И старикам холодно, могут заболеть, и простуда третья, четвертая, пятая. И вот этот человек построил нам такое прекрасное помещение. Построил дом соболезнований житель села Гайдар Алиасхабов. Только вот давать интервью меценат отказался. В своем поступке он ничего особенного не видит. Но севухцы считают совсем наоборот. Они благодарны односельчанину за такой подарок. Здесь он все условия сделал. Даже теплый пол зимой тоже он здесь сделал. И вот кондиционеры тоже в прошлом году и тоже построил. Поэтому этот человек нам очень много сделал и помог селением. В севухе жители уже скинулись на ремонт дорог и мостов. Построили два медресе и мечети. Но такой дом соболезнований, считают они, пока один не только в их селе, но и во всей республике. Пасиман Бурзи, Василий Таджибов, Время новостей, Хасавертовский район. Огуречный бум в селах Южного Дагестана аграрии вырастили рекордный урожай этих овощей. Их сбор в регионе идет полным ходом, причем в лидерах по выращиванию огурцов в селах Нюгди, Белиджи и Аглаби. У Раима Абдулаевой все подробности. Как при слове «лимон» рот наполняется слюной, так и при упоминании огурца в мыслях возникает зеленый пупырчатый крепыш. Вспоминается аппетитный хруст и свежий, ни с чем не сравнивый весенний-летний запах. В самом овощевойческом селе Дербенского района в Нюгди полным ходом идет уборка огурцов. Причем сразу после сбора урожая необходим полив, чтобы уберечь растения от высыхания. Пока вода тоже есть, приходится, несмотря на труд, необходимо сразу полив. Иначе вон один день оставил их сразу. Как они меняются, горают листья. Собственный приусадебный участок площадью от 15 до 30 соток есть практически у каждой нюгдинской семьи. Учитель местной школы Аким Агашев все свободное время проводит в поле. Капуста, перец, баклажаны и, конечно же, огурцы. Выращивать овощи Акиму помогают супруга, дети и родители-пенсионеры. Собранный урожай раскупается прямо с поля. Вот сегодня собрал я здесь 12-13 сотков, килограмм 300-400. Но с каждым сбором она только-только начинается. После этого урожай будет на несколько сборов лучше. Но они свежие, только посаженные из-за этого. Сарацин, Атлантикс и Маша – самые популярные сорта огурцов. Правда, закупочная цена на эти овощи не больше 10 рублей за килограмм. Цены у нас на огурцы вначале, когда начали только собирать, цены были хорошие. Вот 30-35 рублей. В данный момент, когда уже начался массовый сбор огурцов, цены очень низкие – 10 рублей. Это, можно сказать, почти себестоимость этих огурцов. В данный момент люди собирают, сдают, но оттуда ничего не зарабатывают. Выхода на внешний рынок у нюгдинских овощеводов нет. Пока же местные фермеры предпочитают переходить на засолочные сорта. Предприниматели соседних сел закупают огурцы для заготовок в бочках. Такая продукция уже не будет скоропорчащейся. И ее уже будет легче реализовать по приемлемой цене. «Атлантикс» называется. Она специальный сорт для засолочного сорта. Его засаливают. Вот эта зона гуларская. Есть там клиенты, которые занимаются этим солением. Приходят на место, закупают сразу сами. И солят. А пока в Нью-Ди завершается уборка огурцов. Примерно через месяц начнется посадка новой партии овощей. Раим Абдулаева, Гасан Байрамов, Рамазан Амаров, Расул Дибиров. Время новостей.